Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасении. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Сегодня 28 августа 2024 года и 24 день 5 еврейского месяца Ав. В прошлой программе уже в который раз мы говорили о дне 7 октября 2023 года, что в этот день при нападении Хамас началось особое время, что это переломный день в истории Израиля. Я высказывал версию о том, что описанные в 11 главе Откровения образы и события касаются народа Израиля, который 7 октября 2023 года ведет войну со своими врагами и с врагами Бога. И всегда говорил, что 10, 11 и 12 глава книги Откровения касаются именно народа Израиля и первой половины 70-й седмины. Очень трудно бывает идти против общепринятого мнения и утвердившихся в христианстве догм. Стараться посмотреть на тот или иной образ книги Откровения под другим углом. Постараться понять истинный смысл сказанных слов, чтобы ничего не упустить из виду. Потому что очень часто общепринятое мнение христиан об образах и событиях книги Откровения, если они есть, конечно, может являться поверхностным и ошибочным. Очень и очень часто. Поверхностное мнение христиан, что 24 старца – это ангельские создания, или соправители Бога, или 12 апостолов и 12 патриархов. Но это образ восхищенной церкви. Поверхностное мнение христиан, что 4 животных – это только ангельские создания. Но в нем показаны и другие живые существа, искупленные кровью Иисуса Христа. Поверхностное мнение христиан, что 144 тысячи запечатленных – это число спасенных и восхищенных христиан. Но это сыны народа Израиля из его 12 колен. Поверхностное мнение христиан, что великое множество людей, стоящих перед престолом и пришедших от великой скорби – это восхищенная церковь. Но это оставленные, убитые за Слово Божие во время начальных судов христиане. Поверхностное мнение христиан, что печати уже давно снимаются, и мы уже живем при какой-то трубе. Но ни одна печать не будет снята, пока не произойдет восхищение. Поверхностное мнение христиан, что восхищение произойдет при седьмой трубе. Но события середины седьмины, при седьмой трубе, седьмого ангела, касаются только спасения народа Израиля. Поверхностное мнение христиан, что жена в 12 главе Откровения – это церковь. Но это Израиль, который родит своих 144 тысячи сынов. Поверхностное мнение христиан, что жена церковь и бежала в пустыню на 1260 лет. Но это Израиль со середины седьмины бежит в пустыню и будет преследуем дьяволом, и будет питаем Богом 1260 дней, второй половины седьмины, времени и времен и полвремени. Поверхностное мнение христиан, что зверь с семью головами и десятью рогами – это Римская империя, которая когда-то там возродится. Но это альянс государств, который мы видим уже сегодня – 10 стран БРИКС. Поверхностное мнение христиан, что Антихрист заключен мирный договор на 7 лет со многими народами, а в середине седьмины его расторгнет. Но это Бог утвердит свой завет с Израилем, со многими из народа Израиля, кто примет Иешуа как своего мессию во время последней седьмины. Поверхностное мнение христиан, что последняя седьмина уже давно прошла, и события, описанные в Откровении, никакого отношения к последней седьмине не имеют. Но все события, касающиеся Израиля в последнее время мира, произойдут именно в эту последнюю семидесятую седьмину. И, конечно, поверхностное мнение христиан, что все верующие без исключения будут восхищены, и что восхищение произойдет после скорби. Но восхищены будут только те, кто во Христе, и восхищение произойдет до начала Божьих судов над этим миром. И этот список поверхностных и общепринятых мнений христиан по поводу образов книги Откровения и порядки событий последнего времени можно продолжать еще очень и очень долго. Но путь к пониманию каждого образа книги Откровения проходит определенные этапы и открывается совсем не сразу, но через веру, через усилие, поиск истины, размышления, сравнение с другими пророчествами, исследованиями других переводов книги Откровения. И открывается Откровение не гордым, думающим, что им все ясно и понятно, но смиренным пред Господом, любящим его, ожидающим его и стремящимся понять истинный смысл его слов, который сокрыт. В книге Откровения почти ничего не лежит на поверхности, но сокрыто от общего поверхностного взгляда. Ни один образ не лежит на поверхности. Из-за этого Апокалипсис является самой сложной и самой спорной книгой Библии. Поэтому я очень прошу, если вы считаете себя последователями и учениками Иисуса Христа, уважайте другое мнение. Не надо сыпать оскорблениями на людей в комментариях, только за то, что они имеют другое мнение. Вы настолько уверены, что ваше мнение единственно верное. Я не уверен. И этот канал не для руганий и перепалок, но место любящих Иисуса и ожидающих Его, место любящих своих братьев и сестер в одном Духе Святом. Ведь именно так узнаются те, кто действительно пребывают во Христе. И это место любящих Израиль, как избранный Божий народ и молящийся за Израиль сегодня. Это место, где мы верим, что Израиль, многие из народа Израиля, совсем скоро смогут увидеть, что истинный Мессия Израиля – это Иешова, который и их искупил своей кровью. Очень многие пишут в комментариях, что Израиль все, закончился. Того Израиля, о котором говорит Библия, уже не существует. Бог давно оставил их и отвернулся от них. Теперь мы, христиане, избранные. Ужасное, насажденное дьяволом, горделивое мнение христиан – теология замещения, согласно которой новозаветная церковь, как сообщество избранных, заменила собой Израиль, как избранный народ. И все обетования, адресованные в Библии евреям, после заключения Нового Завета, адресованы теперь христианам. А замещенные иудеи при этом становятся богооставленным народом. Это дьявольская ложь. Апостол Павел говорит об этом в 11 главе к римлянам. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Или, конечно же, нет. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Но Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и ушами, которыми не слышат даже до сего дня. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Или, конечно же, нет. Но от их падения спасение язычникам. На их глазах лежит покрывало, которое снимется самим крестом. Мессия Ишо в свое время. Совсем скоро это произойдет. Если мы не по природе привились к хорошей маслине, то тем более эти природные ветви привьются к своей маслине. Ожесточение в Израиле до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от сего на Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, говорит Господь. Израиль будет спасен Богом. Израиль получит все данные ему обетования ради отцов. В отношении к благовестию они враги ради вас. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Израиль по-прежнему является избранным Божиим народом. И совсем скоро он увидит и примет своего единственного Мессию, Иешуа. И если для народа Израиля, который еще не принял Иешуа как своего Мессию, все начинается со скорби и бедственного времени, то для всех, кто во Христе, первое грядущее событие – это восхищение, которое может произойти сегодня в любой день и час, и которое произойдет до событий, описанных в шестой главе книги Откровения. И это мнение, благословенная надежда для меня о доскорбном восхищении, не подлежит никаким сомнениям. Но для народа Израиля это совершенно другое дело. Это другие обетования, это другие пророчества, это совершенно другой Божий план спасения. И многие из народа Израиля примут Мессию Иешуа, пройдя через скорби. И многие примут ложного Мессию. Так говорит сам Иисус Иудеем. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня, а если иной придет во имя свое, его примете». И в книге Откровения очень важно видеть эту разницу, где говорится о церкви, а где об Израиле. Если не видеть этой разницы, вы никогда правильно ее не поймете. Для чего нам дана книга Откровения? Для того, чтобы мы правильно видели и понимали происходящее событие. И понимали, в какое мы живем время. Потому что никто из прежних поколений христиан не мог видеть того, что мы видим сегодня. А потому правильно и точно понять это пророчество и его образы было очень и очень сложно. Но сегодня описанные в нем и в других пророчествах события соединяются между собой, оживают и разворачиваются на наших глазах, как в режиме реального времени. И все эти события последнего времени для Израиля начались 7 октября 2023 года. И именно Израиль исполняет сегодня все пророчества Божии, сказанные о нем, как он исполнял их и ранее. Вот Божие пророчества о возрождении Израиля как государства в мае 1948 года, после 19 столетий небытия. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться. Родил сынов своих. Так говорит Господь Бог. Я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которой вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной. Из СССР в Израиль приехало более 1 миллиона человек. Евреев. И из всех земель, в которые изгнал вас. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Это пророчества о возрождении Израиля, которые уже исполнились. И с того времени, вот уже больше 75 лет, Израиль ведет войну со своими врагами, защищает свою землю, Иерусалим и свой народ. И 7 октября 2023 года начался особый этап для Израиля. Открою таблицу и посмотрим на некоторые пророчества об Израиле в это последнее время. Пророчество Даниила в 9 главе 26 стихе говорит, что после 69 седьмин, в сумме, Мессия будет предан смерти, а Иерусалим и храм будут разрушены. Иерусалим и храм были разрушены в 70 году первого века. И если сказано, что это произойдет после 69 седьмин, но не после 70 седьмин, значит 70 седьмин для Израиля еще не было. Завет с Израилем, который еще не принял Ишуа как своего мессию, еще не утвержден. Утвердит этот завет одна последняя седьмина, а в половине седьмины будет мерзость запустения. Это время еще впереди, и мерзость запустения будет установлена на святом месте, в середине седьмины. Теперь посмотрим на события, начавшиеся 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, когда в один день в Израиле было зверски убито 1200 человек, и больше 200 взятых в заложники и уведены в сектор Газы. Во-первых, это пророческий Псалом 82, который говорит, «Ибо вот, враги твои шумят, враги Бога, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». И в этом Псалме перечисляются все враги Израиля, окружающие его, окрестные народы и страны. Дальше пророчество Агея 2 глава. Я прочитаю выборочно. «В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка». Что такое двадцать первый день седьмого месяца? Мы уже говорили. Это двадцать первое Тишрея. Это день, который шел с заката шестого октября до заката седьмого октября, когда Хамас напал на Израиль. Дальше шестой и седьмой стих. «Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». И двадцать третий последний стих. «В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Царь Иудей Зарававель давно умер. Но что символизирует Зарававель? Царь Иудей. Он и символизирует Иудею, сегодняшний современный Израиль, который седьмого октября ведет войну со своими врагами и который сам Бог держит, как печать. Дальше, давайте посмотрим на двенадцатую главу пророка Захарии, где сказано «Пророческое слово Господа об Израиле». «Вот, я сделаю Иерусалим чашу иступления для всех окрестных народов, для окружающих его народов, и также Иуду во время осады Иерусалима». В другом переводе, когда они, эти окружающие народы, будут нападать как на Иудею, так и на Иерусалим. Иудеи – это современный Израиль, на который нападают сегодня окружающие его народы. И скажут князья Иудины в сердцах своих «Сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе боги их». Или предводители дома Иуды воодушевят народ, они скажут «Господь всемогущий наш Бог, Он дает нам силу». В тот день я сделаю князей Иудиных как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева. В другом переводе. «В это время я сделаю предводителей дома Иуды костром, горящим в лесу, и поразят они своих врагов, как солому, горящую в огне. Они победят врага по всей округе». Дальше посмотрим на Даниила 12.1 и Откровение 12.7. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое». Откровение 12.7. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Эта война на небе и на земле, на мой взгляд, началась 7 октября 2023 года. Дальше еще о двух свидетелях Божьих, которые показаны в 11 главе Откровения. «Является ли современный Израиль сегодня свидетельством того, что с ними Бог? Стоит ли за них архангел Михаил? Исполняют ли они пророчества, сказанные Божьими пророками? Почему Бог говорит через пророка Исаию Израилю, «Вы свидетели мои, что я Бог?» О них ли сказаны слова в 11 главе Откровения? «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пождет врагов их. Если кто захочет их обидеть, кому надлежит быть убиту? Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь во дни пророчествования их. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». Что происходит сегодня в Израиле, начиная с 7 октября 2023 года? Они разят своих врагов. Отважно, точно, профессионально и с большой силой. Большая часть боевиков Хамас и их военного потенциала в секторе Газы уничтожены. Большое число командиров и высокопоставленных чинов Хамаса, Хизбаллы и других группировок ликвидированы. Касаются ли этого слова Откровения? Если кто захочет им навредить, тому надлежит быть убиту. Атаки, которые планируют и наносят враги Израиля, не достигают своих целей, потому что небо надежно закрыто. Они имеют власть затворить небо или закрыть небо. Так весной, 13-14 апреля 2024 года, Иран впервые со своей территории запустил больше трех сотен своих ракет и боевых дронов по Израилю. И это практически не нанесло никакого ущерба Израилю, потому что почти все запущенные ракеты и дроны были сбиты и не достигли своих целей. Несколько дней назад, 25 августа, Израилем была отражена очередная массированная атака от их врагов, от Хизбаллы и из Ливана. Атака, которая могла бы стать очень страшной для Израиля, если бы все планируемые пуску на центральную часть Израиля и по Тель-Авиву ракеты сошли с этих пусковых установок. Но получив разведданные о готовящейся атаке Хизбаллы, назначенную на 5 часов утра 25 августа, меньше чем за полчаса до назначенного времени, Израиль нанес точный превентивный удар по пусковым установкам ракет в Ливане, уничтожив около 6 тысяч ракет, готовых к пуску по Израилю. В 4.40 больше 100 самолетов одновременно были подняты в воздух и выполнили эту боевую задачу с ювелирной точностью. Остальные около 300 запущенных ракет были сбиты железным куполом. Мне попался ролик, где смонтирована эта превентивная атака Израиля, сорвавшая действия врага, желающего им навредить. Шалом, ребята! В эти выходные произошло нечто невероятное. Более 100 израильских истребителей нанесли удары по тысячам ракет Хизбаллы в Ливане. А теперь объясни, почему это так важно. Ну что же, это очень важно, потому что долгое время Хизбалла планировала крупное нападение на Израиль. Жить в Израиле в то время было все равно, что сидеть на бомбе, не зная, когда она взорвется. Израильтяне знали, что у Хизбаллы есть тысячи ракет, готовых к запуску по Израилю. И если это произойдет, и все ракеты будут выпущены в сторону Израиля, то даже превосходный израильский железный купол будет уничтожен. Израильская армия знала о готовящемся нападении, и оно произойдет очень скоро. Поэтому они решили действовать до того, как это произойдет. И поэтому они послали 100 самолетов, чтобы сбить эти ракеты. Операция прошла с огромным успехом и застала Хизбаллу врасплох. Они даже не поняли, что на них нашло. Хизбалла планировала совершить свое нападение посреди ночи, когда израильтяне спали. Но израильская армия знала об этом, и поэтому они решили действовать до этого. И это, вероятно, была одна из самых сложных операций в истории израильской армии, потому что все эти 100 самолетов должны были атаковать одновременно, чтобы у противника не было времени нанести ответный удар. Ответ Хизбаллы был таким, как и ожидалось. Они выпустили сотни ракет по Израилю. Но надо сказать, что это были сотни, а не тысячи ракет, если Израиль не будет действовать. И благодаря превентивной атаке Израиля, железный купол смог остановить большинство ракет, выпущенных в сторону Израиля. Но еще раз взгляните на это изображение сейчас. В сторону Израиля было выпущено очень много ракет, но их могло быть в 10 раз больше, если бы не действия израильской армии. Хизбалла в этой хаотичной ситуации выпустила все, что у них было, и результаты этой атаки были таковы. Касаются ли эти события слов Откровения? Они имеют власть закрыть небо. Если кто захочет им навредить, тому надлежит быть убиту. Огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Возможно, что Откровение говорит именно о двух людях. Пророках, которых Бог даст силу и власть делать описанные вещи. Но может ли пророчество показывать и другой смысл? Израиль, который будет выполнять и исполнять пророчество Библии, пророчество Божие. Если речь идет об Израиле, то это выглядит совсем по-другому сегодня. Это выглядит так реально, что Израилю дано определенное время и сила на 1260 дней, чтобы защищать свою землю от превосходящего врага. И этими действиями Израиль свидетельствует, что с ними Бог, который дает им эту силу и власть убивать врагов, поражать их землю и закрывать небо над Израилем от их ракетных дождей, защищаться от врагов, исполняя Божие пророчества. Но эта сила дана Израилю только на определенное время, на 1260 дней. Народ Израиля 1260 дней будет защищать свою землю, свой народ и Иерусалим от врагов, яростно сражаясь с ними. Это потомки Авраама, Исаака и Иакова, это потомки Моисея и Иисуса Навина, это потомки царя Давида, который поражал своих врагов. И во время первой половины седмины, 144 тысячи запечатленных Божьей печатью сынов Израиля, из его 12 колен, из двух домов Израиля, будут свидетелями Иешуа Мессии. Что произойдет, когда это время окончится? Зверь, выходящий из бездны, начнет с ними войну, и победит их, и убьет их. И о звере сказано, и дано было ему вести войну со святыми, и победить их. К середине седмины силы народа святого будут низложены. В 11 главе Откровения сказано, и дам силу двум свидетелям Моим. Они имеют власть делать то, что сегодня делает Израиль. Но, во-первых, пророчество Иезекииля 38-39 говорит о Гоге, который придет на Израиль, и многие народы придут с ним. И дано было ему вести войну со святыми, и победить их. Дальше, Даниила 12-7 говорит, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенному изложению силы народа святого, все это совершится. К концу 1260 дней, те силы от Бога, которые были даны Израилю, силы народа святого, будут низложены. Сам Бог выведет Гога и многие народы на Израиль. Откровение 11-7. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Если 38-39 глава изекииля говорит о середине седмины, когда Бог придет на Израиль от пределов севера, то давайте посмотрим, что говорит об Израиле предыдущая 37-я глава. «Так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчища. И сказал он мне, сын человеческий, кости сей, весь дом Израилев». Я не знаю, связаны ли между собой эти пророчества, говорящие о воскрешении Израиля в середине седмины, но и в конце 11 главы Откровения мы читаем, что пришло время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим. Дальше, в Луки 21-20 Иисус говорит, «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Матфея 24-15 «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. С этого времени, 42 месяца, Иерусалим будет попираться и топтаться язычниками, пока не окончатся времена язычников». Откровение 11-2 «Иерусалим будет попираться язычниками 42 месяца». В Откровении 13 сказано, что зверю дано будет действовать 42 месяца. Что ему дано будет вести войну со святыми и победить их, когда силы народа святого будут не изложены. В Откровении 17 показан суд над великой блудницей. И это образ земного Иерусалима, как жены Бога, которая на протяжении всей своей истории изменяла своему законному мужу, о чем написано в Иезекииле 16. Очень советую прочитать эту главу, чтобы понять, кто назван в Откровении великой блудницей, и над кем Бог устраивает руками язычников суд. Ну и Луки 21-23-24, где сказано об Иудее, что «Великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Сегодня гнев на народ Израиля по всему миру только нарастает, и будет нарастать дальше, но Израилю Бог даст силу и власть поражать своих врагов до определенного времени. И в это время многие из народа Израиля обратятся к Господу Богу их, и примут своего мессию и царя Ишоа. Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Поэтому все не так однозначно, как показывает поверхностный взгляд на это пророчество. Если мы неправильно понимаем образы, то мы неправильно видим всю картину событий, и неправильно видим текущее время. Если все-таки свидетели, показанные в 11 главе, это Израиль, два дома Израиля, то возможно, что седмина для этого народа началась еще 7 октября 2023 года. Если это все-таки два человека, два пророка, то тогда еще не началась. Потому что никакие два человека ничего подобного пока не делают. Но версию, что это Израиль, весь дом Израилев, и такое альтернативное объяснение, на мой взгляд, нельзя совсем сбрасывать со счетов. И Израилю сегодня дана сила, и он успешно ведет войну с окрестными народами. Но возможно, эта сила дана им только на определенное время, на 1260 дней. И в конце времени, времен и полвремени, силы народа святого будут неизложены. Вот такие размышления о текущем времени и пророчествах об Израиле, которые по-прежнему остаются избранным Божьим народом, пророчествах, которые открываются и оживают на наших глазах. И это только показывает нам, насколько же близок наш Господь, насколько же близко восхищение и встреча с Ним. И для всех, кто во Христе, всех, кто верит в Иисуса, любит Его и ждет, понимание или не понимание этого сложнейшего образа, наверное, большого значения не имеет. Имеет значение только Господь, который в сердце. Имеет значение только личные и близкие отношения с Ним. Имеет значение только вера, бодрствование и готовность к Его внезапному приходу за ожидающими Его спасения. Восхищение так близко сегодня, поэтому бодрствуем и будем готовы к этой долгожданной встрече с драгоценным Иисусом. Ведь только тот, кто ждет с терпением, любовью и непоколебимой верой обязательно дождется. И когда-то совсем скоро этот день для нас обязательно наступит. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения, искупления всего творения. Да будут чресла наши припоясаны и светильники горящие. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов своей кровью. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Гряди наш Господь, Маранафа. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин